Конкурс на звание лучшего учителя имеет богатую историю. Профессиональное состязание в этом году проходит уже в 26-й раз. Конкурс проводится по-серьезному, по-настоящему. Я Татьяна Владимировна спросил, а вы знаете, кто победитель? Она говорит, нет, все по-серьезному, никто ничего не договорился, и поэтому, наверное, как конкурсанты выступят, так и получится. Поэтому я хочу сказать спасибо за такую, мне кажется, очень правильную работу в этом плане, потому что победитель этого конкурса, понятно, пойдет в областной конкурс и будет соревноваться, уже представлять район на областном конкурсе. Ну, а всем участникам хочу сказать спасибо за ваше участие и удачи. Для того, чтобы жюри могло выбрать лучшего из лучших, участникам соревнований необходимо было не только подготовить визитку, рассказ о себе и своих увлечениях, но и представить фрагмент школьного урока. Его тема звучала для всех одинаково, но любовь в свое сердце настрою. Но вот воплощать ее на сцене каждый решил по-своему. Инна Тарасенкова, учитель Ильинской школы, вместе с ребятами разучивала иностранные слова. А молодой преподаватель по физической культуре, лицея номер 4, со своим классом отправился в импровизированный поход. В таких условиях, по мнению конкурсанта, лучше всего объяснить ребятам, что значит любовь к ближнему. У меня в классе учатся несколько ребят, которые достаточно отчужденные, но в спорт, когда они вливаются в игру, они становятся общие, сплочаются. И вот эта идея моего, вот этого этапа, моего похода, это сплочение детей, дружба детей. Я хотел вот это донести, вот эту цель. Игорь Николаевич – представитель учительской династии. Работает в школе 4 года. А вот его коллега, Светлана Гладких, на своем посту вот уже без малого 20 лет. Она ведет начальные классы в Красногорской 10-й школе и считает, что педагог – это не профессия, а призвание. Профессия моя – это любовь со всех сторон. Любовь семьи к детям, коллеги меня поддерживают, помогают. И их поддержку я чувствую. Поэтому, ну, уйти с этой профессией я не уйду. Поздравить коллег, да и всех гостей с прошедшими праздниками такое задание придумали организаторы для третьего этапа творческого состязания. Учителя справились на отлично – пели, танцевали, шутили. Однако традиционно победитель должен быть всего один. В этом году им стала Елена Хитрова – педагог начальных классов Апалиховской школы. Валентина Титова, Никита Рощин, Мариана Бустрова, КРТВ. Продолжение следует...